С. Девушку и угрожавший очевидцем российский судья избежал уголовного дела следствия и суд силовые структуры. 15.40. 12 февраля 2019 года. С. Девушку и угрожавший очевидцем российский судья избежал уголовного дела. Кадр. Артем Итлухов. Ютуб. Следственный комитет России отказался возбуждать уголовное дело против судей Краснодарского гарнизонного военного суда Арсена Крикорова, сбившего девушку на переходе и затем угрожавшего свидетелем ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 12 февраля. Доследственная проверка обстоятельств наезда автомобиля под управлением судья на пешехода не выявила состава уголовного преступления. Судебная медицинская экспертиза установила, что здоровью пострадавшей был причинен вред средней тяжести. Закон же требует привлекать к ответственности по статье 264 УК России за нарушение правил дорожного движения в случае причинения тяжкого вреда здоровью человека либо его смерти. Военные следователи направили в прокуратуру Краснодарского края материалы проверки в отношении судье, содержащие сведения о нарушении им правил дорожного движения, для решения вопроса о привлечении его к административной ответственности. Марина Зверева сообщила, что Крикоров продолжает ездить на машине, а ее пострадавшая дочь до сих пор не получила компенсации. Мать спортсменки указывает, что за причинение вреда средней тяжести полагается лишение прав сроком на два года и штраф. Об аварии с участием военного судей стало известно 15 января. Водитель наехал на 18-летнюю участницу краевой сборной под Хэквонда на пешеходном переходе и попытался покинуть место ДТП. Ему помешали очевидцы. Они же передали, как виновник аварии кричал прибывшим на место полицейским, что он судья. 16 января в ГИБДД началась служебная проверка в отношении сотрудников, которые не внесли информацию об аварии в базу данных. 17 января Крикоров подал в отставку после того, как стало известно о его угрозах выслать очевидца аварии из России. 18 января председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль и потребовал скорейшего разбирательства, а в прокуратуре заявили о скором аресте виновного. Обратная связь с отделом силовые структуры. Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес. CrimeAtlantico.ru Больше важных новостей в Telegram Канале Лента Дня. Подписывайтесь.